Волонтёры молодёжки Общероссийского народного фронта помогли ветерану окружного здравоохранения, заслуженному врачу Российской Федерации Татьяне Николаевне Зуевой в реализации очередного социального проекта в сфере медицины. Катрина Тайбари продолжит. Для волонтёров нет летних каникул. Они готовы прийти на помощь всегда. Так, в минувшую пятницу команда молодёжки отправилась к заслуженному в округе ветерану Татьяне Зуевой. Волонтёрам предстоит научить Татьяну Николаевну работать в приложении Zoom и помочь разобраться с принтером. Они мне очень помогают. Это замечательная организация, потому что социальное обеспечение – это хорошо, но есть вещи, которые социальное обеспечение просто не входит в их компетенцию, в их возможности. А ребята помогают. Татьяна Николаевна по образованию врач. Основное образование получила в области клинической ординатуры по инфекционным болезням. С 1985 года была заместителем главного врача Ниньцкой окружной больницы. С 1992 года до 2014 года проработала главным врачом Центральной районной поликлиники Заполярного района Ниньцкого автономного округа. В настоящее время Татьяна Николаевна находится на заслуженном отдыхе, но продолжает вести активную общественную работу. Совместно с Архангельским медицинским институтом, Общественным советом при Департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты и общественной организацией «Женщины Арктики» она готовится к реализации социального проекта в сфере медицины. Это вопросы санитарного просвещения, самообучения, профилактики, доврачебной помощи, то есть грамотность медицинское население, который мы назвали, проект мы назвали «Помоги себе сам». Это связано с тем, что сейчас в поликлинику в связи с этим ковидом и попасть трудно, и у врачей не хватает ни времени, ни сил. В общем, помоги себе сам. Как говорит Татьяна Николаевна, техническое обеспечение проекта полностью в руках волонтеров. С их помощью через платформу Zoom он и будет реализовываться. Парвина Мамуровна активно занимается волонтерской деятельностью с начала пандемии коронавируса. Девушка с большим добрым сердцем старается помогать людям, кому это необходимо, в свободное от учебы и работы время. Вижу со стороны, что людям очень нужна помощь, особенно во время пандемии коронавируса. Я не остаюсь равнодушным, помогаю всем. Мне просто... Я не хочу видеть, как люди нуждаются в помощи, и никто не помогает. Мы из-за этого, из-за молодежки ОНФ всегда рады помочь всем. Татьяна Николаевна живет в компании «Девяти кошечек». Пишет рассказы и стихи. Является членом литературного объединения «Заполярье». Член общественной организации «Женщины Арктики» и Совета ветеранов поселка Искателей. Помимо серьезной помощи с реализацией проекта и распечаткой рассказов, была и маленькая просьба для души. Я люблю музыку, и дорогу музыка, и здесь музыка. Они будут меня обучать, как создавать файлы отдельные музыкальные, и потом эти файлы можно будет перенести на флешку, чтобы потом с флешки уже, он видит, заряжается у нас этот вот приборчик, я забыла, как он называется. Он воспроизводит звук, и я буду счастлива. То есть, немножечко для счастья. Команда молодежки ОНФ в Ниинском округе всегда рада новым лицам и призывает неравнодушных граждан, которые готовы искренне помогать другим присоединиться к их рядам активных и отзывчивых ребят. На экране вы можете увидеть ссылку на группу молодежки ОНФ ВКонтакте, где вы также можете задать интересующие вопросы и присоединиться к команде волонтеров. Катрина Тайберей, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».